что друзья этот день настал поздравляю всех скриптонит дропнул альбом чуть чуть раньше чем планировалось но все же альбом сети свистки и бумажки из-за косяка я думаю apple music альбом был доступен в каких-то странах и в итоге слили в сеть соответственно куда было деваться надо было уже заливать ну раньше печально для apple music я думаю те кто косякнули здорово получили по шапке вот ну и печально для деле то что все таки альбом слили и очень некрасиво было я специально не слушал потому что у меня есть apple music я в принципе мог подождать вот чего еще я хотел сказать альбом это симбиоз живых инструментов и классического хип-хопа мне кажется это все очень круто я люблю все живое барабаны гитары и так далее плюс классический хип-хоп мне очень интересно послушать особенно после альбома 2004 который в принципе он не парился писать ну как он как было написано типа ну так на лайте и интересно что из себя представляет этот альбом и переплюнет ли он его предыдущие потому что но у меня до сих пор все же любимчики это урборос двойной дом и вот 2004 по моему я ничего не забыл короче интересная работа уже судя по описанию и начинается она совместки с веду ком причем песня называется рамок нет и опять же это очень круто то что альбом открывает именно эта песня потому что я раньше и представить не мог если честно то что скриптонит один будет записывать совместную песню с веду ком ну до недавно недавнего времени когда у них там вышла песня общая мама я и представить не мог для меня типа было что один с веду ком нет вряд ли такое может быть но вот в итоге рамки ломаются и они записывают песни очень интересно это это больше плюс конечно веду ком то что у него есть ну как я считаю то что у него есть совместка с отделем да еще и на альбоме у него это очень круто когда тут даже из музыки 36 здесь только сестры а в основном все это сольная работа то есть не юрика не трувера но видимо просто у них и так полно совместок то что в шестом альбоме они просто отдыхают информация вообще шестом я так много болтаю информация шестом вообще появилась давно когда еще был вечер три на три ну там типа кто юрик по моему оговорился вроде да вот собственно с тех пор как бы и ждем в тех пор ждем этот собственно альбом вот забавная обложка тут один такой в образе персонажей симпсонов с бумажками хотя чуть такое вообще ладно все давайте слушать я не знаю заблокирует это видео или нет но в любом случае я сделаю прав прослушку такой который я обычно делаю и я надеюсь у меня получится обойти нарушение авторских прав если даже это не поможет то я не знаю мне писали типа полную версию выложит вконтакте там тоже заблокируется программа распознает песню и сразу блочит насчет телеги я ну вряд ли туда буду заливать это будет очень много весить так что фиг знает что с этим делать возможно я сохраню полную версию и хотя не факт и может да она зачем вообще надо будет как обычно сделаю посмотрите я надеюсь все получится ну и в основном я наверное буду сейчас слушать читать тексты и потом уже либо в конце песен говорить что-то буду либо в конце прослушки скорее всего так потому что ну как это и бывает со всеми альбомами скриптонита сначала не выкупаешь вообще ну бывает такое то что не как-то после второго после третьего прослушивания надо то есть надо прослушать и потом только вникаешь и все те становится понятно я думаю чё все я уже заговорился уже все башка не варит короче поехали нет рамок рамок нет такой телефончик а прикольно прикольно сделали ага фон и лайк за лунит еще и клавишные классно если будет все таки это очень круто такой классный инструментал под конец чисто клавишные так ну ну мне похоже становится понятным как все будет и как он играет с инструментами и хип-хопом так рамок нет хорошая песня и это правильная позиция лучше не ставит никаких себе рамок я сам конечно хорошая живу с рамками до сих пор и раньше у меня прям были жесткие рамки ну в плане музыки даже допустим типа я слушал только альтернативу то есть ну от альтернативы там допустим две веточки такие это рок и рэп для меня больше ничего другого не было потом добавилась электроника так как линкен парк мои любимые они использовали еще и электронику своей музыки и я такой я тоже ну мне нравятся какие-то темы из электроники драмат бейс дабстеп мне начали нравиться и так далее потом спустя какое-то время у меня постоянно постоянно эти рамки рушились разу ну так расширялись то есть даже допустим из поп-музыки хоть мне и нравились там какие-то исполнители но я всегда их держал там на расстоянии руки типа да прикольно вот мне поп-музыка зарубежная нравится больше чем русская но я есть равно типа и и не слушал особо сейчас я вообще с удовольствием слушаю песни там нулевых годов всяких там black eyepiece кристина гилеры дженнифер лопес и так далее просто вообще очень сильно душу греет и я типа вообще счастлив лучше вообще без рамок но и сейчас у меня есть такие типа я не буду слушать песни бандитской романтики а-ля улук манапа там я не знаю последние песни лукавераса нурминского и так далее но надо ломать рамки и скорее всего я ну прослушаю но просто и за я в любом случае наверное не буду его слушать ну потому что не мое тут как бы еще вот этот момент есть если типа не вставляет если тебе не нравится то в принципе можешь не слушать это даже не рамка больше а вкусовщина ладно 16 чё значит не знаю сейчас узнаем тоже начинается с клавиш тело тете закончили то песня закончу с клавишами и тут начали мне нравится по саунду вообще круто не знаю прекрасное время не знаю попробуй то что ты не стрелял через десять лет в наше время через два года чувствовали себя так гордо чувствовали себя так гордо чувствовали себя так гордо и тоже сейчас инструментал типа будет а вставочка такая лайвовая как так это же 104 похоже засветился все таки много-много просто забавно ну тут так появились конечно инструменты но все равно забавно что-то знакомое сэмпл тоже Ух, ух. Ух, ух. Ух, ух. Вот расстелил вообще. Мурашечки. Я вообще балдею, если честно. Мне нравится этот сэмпл повторяющийся. Напоминает вот прошлые как раз таки времена, как писался хихоп там, как Kanye West резал эти сэмплы и на протяжении всего трека вставлял их. Сам трек тоже очень крутой. Одиль тут, ну, круто расстелил. Мне очень понравилось. Так, это великолепный скит, да? Это в наушниках надо будет слушать, хоть раз слышу я слова. Интересно, это все, ну, в одной комнате, типа, не наложены там разговоры. Это, типа, вот, они так болтали. Ну, а Диль вообще, конечно, красавчик. А вот хочу, чтобы у меня были разговоры в ските. Круто. Ну, на самом деле, нет, это уже ясенпень сразу отлетает. Потому что это не песня даже. Но послушать интересно, что там так бурно обсуждалось. И те, кто на фоне, и сам Адильчик говорил. Вот, ну, а пока идем дальше. Оттенки. Это, наверное, сразу вспомнился трек 3 на 3. Там репетировали танцы. Тут, наверное, тоже танцы репетировались. Уф. Эй, эй. Ну, реально тут как папочка. Очень хорош, конечно. Вообще, красавчик, Адиль, конечно. Тут такой прям альфа. И правильные вещи говорил еще. Супер. Я, ну, по сути, не после каждого трека, конечно, что-то говорю. Ну, давайте небольшой итог, да? Все круто. Идем дальше. Я охренел. Сейчас только что. Оказывается, есть трек «Колеса 2» тут. Я особо даже название текстов-то, то есть название песен не смотрел. Ну, так, быстренько пробежался, но упустил как-то, что есть «Колеса 2». Вау. Очень интересно. Еще вроде был мистер... А, нет. Мистера не было. Где-то я видел мистер 718. А, видимо, этот был. Неправильный трек-лист. Третья часть. Ну, видимо, да, неправильный был. Ладно. Слушаем дальше. Эй. Ну, прикольный интро. Охренеть. Ну, тут не прям так на... О тех колесах, как в первой части было. Но тема тоже понятна. И у каждого должна быть своя голова, конечно. Так, был в Мэйне. Да? Это он? Я вообще его не узнал сначала. Прикольно. Сама мелодия еще такая простая. Вот я люблю отдели за это. Ничего не началось. У меня уже мурашки. Жирно. Классное утро вообще. Я прям прибалдел. Класс. Супер. Так, прям с утра. Пока... Ну, все простенько, в принципе. Ну, второй куплет попроще. Ну, тема все равно раскачивает. Хоть и лайтово все. От начала до конца. Трек качает прям. Вот он до сих пор даже использует эти вставочки. Так и записывает, короче, все, что происходит вокруг. И использует еще что-то из этого. Маленькие ублюдки. Маленькие ублюдки. В кармане куртки. Вырываю листы из книги. Тушу окурки. Включаю биги. Топлю обидки. В стакане виски. Спрошу вселенную, убереги нас. От эмоций впереди нас. Слиться. Удивил строением. Красота. Один куплет. Маленький припевтик в конце. Очень мощно по тексту. Просто расстелил. Еще надо будет прослушать. Почитать. Вникнуть. Но так все вроде, в принципе, было круто. Совместка с сестрами. Очень, очень интересно. Вторая, по-моему, их работа. Совместная. Круто. Атмосферно. Атмосферно. Очень круто вообще. Особенно вот эти бэки. Прекрасные сестры. Очень круто. Очень, очень мощно. Атмосферно. Суперкрутые. И один, и сестры. Весь альбом мне заходит. Так, окей. И мощная концовка тоже. Супер. Так. Спокойненько все начинается. Короче, тема за наркотики. И снова скид какой-то под конец. Ну вот Кэз для меня лично, наверное, будет проходным. Как бы тоже по музлу все нормально, но по теме может как-то... Такой старший звучок. Хуже тупых друзей, только их все более тупоизонно. Мама говорила тебе надевать шапку на улице. Надевать даже кровать, да. Че, если то, что тебе нравится лишь мастик, а ей нравится лишь мастик, как поверь мне. Круто. Круто. Классный инструментал чисто под конец. Прикольный припев. Вообще, саунд. Прикольный, потому что тут 4, по-моему, разных припева. Класс. Жирно. Очень жирный саунд. Чисто инструментал под конец. Не слышал еще, оказывается. Пачка своей, я иду без шмон. Пачка лужей, ты возьму бесплатно. Иногда мне кажется, я все еще живу каким-то прошлым. Презупрегаю своим настрелящим. Кажется, не обойти все лужи. Сколько ты мне учили. С наживками, все в одно лицо. Луч друг другу. Даже не снять, как мы. Даже если чувствую одно и то же. Классный припев. Ну, классное исполнение. Классный трек под конец альбома. Так, крышка закончилась. Ну что, очень крутая работа получилась у Адиля. Я очень доволен услышанным. Я обязательно, конечно, еще все это буду переслушивать, вникать. Потому что, мне кажется, тут заложено даже больше... Ну, не кажется, а так и есть. Заложено больше смысла, чем я выкупил. И с последующих прослушиваний я, конечно, буду догонять. Вот. По музыке все очень так же круто. Классно то, что добавлены какие-то новые для меня инструменты. И не то, что новые, а то, что я их впервые слышал вообще у Адиля. Ну, понятно, что где-то я что-то слышал. Там какие-то органы клавишные. Там, я не знаю, гитары какие-то. Вот. Но все очень, на самом деле, круто, красиво. Все склеено, спродюсировано самим Адилем, что тоже очень круто. Короче, вообще, ну, все по битам. Все очень круто. Две крутые совместки. Больше всего понравилась совместка с сестрами. Это что-то вообще невероятное. Этот лети-лети лепесток. И вообще эта музыка просто очень шикарна. Я прям в восторге. С ведуком тоже норм. Но не так круто, как с сестрами. Скид великолепно. Единственное, что мне кажется, что тут как будто бы вообще, если бы его не было, ничего бы не изменилось. Мне кажется, как-то... Ну, надо послушать. Может, там что-то скрывается в их разговорах. Вот. Ну, по сути, альбом-то и не концептуальный. Вот. Так, ну, для меня еще будет проходным, наверное, трек Кэс. По-моему, он, да, у нас там про наркоту и так далее. Что-то как-то не вкатил. Но, возможно, я еще послушаю. Может, все-таки понравится. И сложно сказать, какие больше всего у меня зашли треки, потому что это было первое только прослушивание. Я не буду целый год ждать, чтобы прослушать второй раз и записать реакцию, как я сделал это с альбомом 2004. Вот. Поэтому сразу буду гонять это в плеере. Долгое время на репите. Как здорово, что у меня есть Apple Music. Я спокойно могу слушать это все. Вот. По текстам мне понравилось, как он стелет. Где-то, конечно, тот старый добрый Адиль был. Где-то что-то новое от него слышал. Очень понравилось то, как он играл с вокалом. Но именно по смыслу там и так далее не везде выкупал о чем вообще. Поэтому буду слушать, вникать, пытаться понять. Очень понравилось то, что есть какие-то отсылочки. Отдельный респект вообще за I got Fire for me. Очень круто. Один из любимых треков тоже олдскульных. Прям вообще вкатило. Классная работа. Отличающаяся вообще от... Ну, такое ощущение пока от предыдущих. Видно то, что Адиль не хочет стоять на месте. Он как-то экспериментирует. Рамок нету. Поэтому он не хочет быть одинаковым. И поэтому ищет какие-то новые ходы. Вот тут, в принципе, вроде бы просто, да. Ну, типа классический хип-хоп. Живые инструменты объединить. Чего нет. Но, все же, Адиль решил попробовать это сделать. И сделал очень даже круто. Все. Пожалуй, на этом все, что я хотел сказать об альбоме, я сказал. Как вам? Пишите в комментариях. Пишите любимые треки. Еще что-то об альбоме. А, кстати, давайте еще прослушаем Dragon. Dragon в совместку была с Andro. Пусть она будет здесь. Нет. Нет. Будет в другой. Короче, пишите все в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Поддерживайте это видео. Я надеюсь, оно не заблокировано. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.